Какое кодовое название дали фашисты третьему штурму Севастополя и кто такие ночные ведьмы? 12 сентября в Севастополе прошел тест на знание истории Севастополя и Крыма в годы Великой Отечественной войны. Его организовала общественная организация, которая ранее помогала проводить в Севастополе всероссийскую акцию на знание русского языка «Тотальный диктант». Самая сложная задача была выбрать из обилия составленных экспертами вопросов всего 50. Это была самая сложная задача, потому что все они очень интересные, все они имеют большое значение для Севастополя и Крыма. Ответы на эти вопросы трудно найти в Яндексе или Гугле. Их составляла экспертная комиссия, куда вошли краеведы, историки и музейщики. Они подбирали интересные, но малоизвестные исторические факты, которые не входят в школьную программу. Всего в тесте приняли участие около 90 человек. Это и молодежь, и старшие поколения, и студенты. Мы здесь видим людей абсолютно разных поколений. Это особенно радует, потому что таким образом не теряется связь времен. Жители городов, которые не вовлечены в проект «Исторический факт», скоро смогут пройти онлайн-версию теста. Ссылку опубликуют в официальной группе проекта ВКонтакте. В мае следующего года, после завершения первого цикла проекта, состоится награждение победителей.